Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я из вот такой баночки от маски для волос. Думаю, у каждой хозяюшки дома найдется что-нибудь подобное. Либо от бальзама для волос, либо от маски. Какая-нибудь вот такая округлая баночка. И сегодня я из нее буду делать шкатулочку. И выглядеть она будет вот так. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца видео. Так, ну а сейчас мы быстро пробежимся по материалам, которые нам нужны будут для этой работы. Клей ПВА. Обязательно. Простая бумага. Бусинки по желанию. Ну вот, искусственные цветочки из букетиков. Разобранный букет. Кружевные ленточки, тесемочки. То, чем вы будете декорировать. Акриловые краски. Тех цветов, в которых вы хотите сделать свою шкатулку. Акриловый лак на водной основе. Кисть. Ножницы. Ну и наш незаменимый помощник. Клей Пистолет. Значит, первым делом, что я сделаю, это мелкой наждачкой я зашкурю всю поверхность. для того, чтобы у нее была хорошая сцепляемость. Баночку зашкурили. Дальше берем обычную бумагу. Рвем ее. Клей ПВА. Теперь мы хорошо пропитываем бумагу. Хорошенько толстым слоем. Мы из бумаги искусственно формируем складки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так. Ну вот мы полностью обклеили нашу шкатулку. Я вам решила показать это на примере бумаги, но можно сделать это и тканью. Но просто ткань не всегда есть дома под рукой, а бумага найдется всегда. Поэтому я вам показала более универсальный вариант. После того, как клей ПВА хорошо высохнет, он образует достаточно плотную поверхность. Поэтому оставляем до полного высыхания. После того, как наша поверхность высохла, мы ее будем красить. я перемешала вот такие три цвета белый, красный и желтый для получения вот такого розового цвета. Это обычная акриловая краска. покрасили и оставляем высыхать. После того, как слой розовой краски высох, я беру на спонж более светлый оттенок розового и крашу еще раз. Такая многослойность оттенков всегда дает очень красивый эффект. Оставляем до полного высыхания. В такой же цвет я покрашу кружева, которая планирую закрепить на шкатулке. Не обязательно, чтобы они были равномерно покрашены. Можно тоже вот такой пятнистый эффект создать. Оставляем до полного высыхания. После того, как мы дождались полного высыхания краски, беру контур золота и прямо вот так вот пальцем сделаю слегка такое золочение. Пройдемся по всем нашим складкам. Не знаю, насколько это видно на видео, но в жизни получается очень красивый эффект. У нас уже абсолютно не видно, что это бумага. Полная имитация кожи. Теперь я беру акриловый лак на водной основе и полностью покрываю. и оставляю до полного высыхания. Дальше я из обычной вот такой тонкой тесьмы делаю два бантика. Один вот такой бежевенький, второй розовый. И горячим пистолетом клею их в центр шкатулки. И розовенький. Получается вот так. Дальше я разобрала букетик из розочек и достала вот такие маленькие розочки. сейчас я их тоже приклею сюда. Вот что у нас получилось. Дальше я разберу бусы. Достану бусинки все. Теперь мы берем эти бусинки и в хаотичном порядке их приклеиваем. Делаю просто такую россыпь в хаотичном порядке. Я большим бусинком добавляю еще вот такие розовые мелкие. так вот что у меня получилось. Дальше я беру кружева, которое украсила и тоже их приклеиваю. Так, ну вот я приклеила кружева по кругу. Я их тоже немножечко позолотила, чтобы они подходили под общую фановку нашей шкатулки. Шкатулка, конечно же, открывается. Туда ложим всякие приятные мелочи. Закрывается. Бусинки сверху это, конечно же, по желанию. Я делала шкатулочку своей дочери. Она, конечно же, как все девочки, захотела с бусинками. Поэтому у меня бусинки. У вас может всего этого и не быть. Все это, повторюсь еще раз, дело вкуса. Также по желанию мы покрываем еще одним слоем лака. Прямо по кружевам можно. Дожидаемся полного высыхания и с удовольствием пользуемся. То есть сегодня, декорируя самой простой бумагой, мы получили вот такую милую вещицу. Ну а вы оценивайте работу. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы мы не терялись и вы сразу могли увидеть каждое новое вышедшее видео. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok